Вы еще не устали слушать о переписи? И это прекрасно! 23 тысячи человек, это на тысячу человек больше, чем количество людей, живущих, к примеру, в Бавлах. На две тысячи человек больше, чем население всего Дрожжановского района Татарстана. На три тысячи больше, чем в Арске. И вот представьте себе, что за 10 лет не осталось ни одного человека в Бавлах, Арске или Дрожжановском районе. Судя по результатам переписи населения, получается, что в России исчезли целые города. Мы уже говорили, что по официальной статистике с 2010 года татар в стране стало меньше почти на 600 тысяч. То есть можно сказать, что в Татарстане исчезли набежные Челны и весь Тукаевский район. Возможно ли такое представить? По официальной статистике, возможно. Та самая цифра, с которой мы начали, 23 тысячи человек именно настолько, согласно переписи, уменьшилось количество татар в Пермском крае. Мы, конечно, не можем просто смириться с такими данными и пытаемся не только найти причины, но и проанализировать, что нам нужно сделать в ближайшие 10 лет до следующей переписи, чтобы татар не только не стало еще меньше, а их число, как минимум, вернулось к результатам 2010 года. Зуфар Давлетшин искал ответы на вопросы. Мой родной язык, отца и матери язык, много я узнал через тебя. Поется в этой известной среди татар песни на стихи Габдуллы Тукая. В семье Маликовых эти слова знают с детства, несмотря на то, что дети городские и в школе учатся на русском языке. Всегда разговариваем с детьми на татарском, на своем родном языке. И наших внуков тоже к этому приучаем. Обязательно дети все знают татарские праздники. Но таких семей не только в Пермском крае, но и в Татарстане все меньше. Причины везде называют одни – ассимиляция, урбанизация, глобализация и исчезновение в самих людях национального духа. И произошло это, само собой, не за год и не за 10 лет, корни глубже. Родители Харила Фарвазиддинова в свое время переехали на север Пермского края, на лесоповал, на заработки. Но мы в то время стеснялись имени своего. Было такое время, тяжелое было для нас, для татар, в том плане, что вот какое-то стеснение было. Сейчас, слава Аллаху, такого нет. Сейчас, наоборот, я гордо говорю, что я татарин. Почему я по-русски говорю? Я по-татарски тоже могу говорить, но я так быстро, как по-русски говорить не могу. В семье надо говорить на татарском языке, на нашем родном языке. Мама с папой со мной разговаривали, но я ведь, выходя за дверью, уходил в детский садик, уходил в школу. Нынешнее поколение начинает забывать язык. Практически дети перестают разговаривать на родном языке, забывают культуру. Наш уже возраст, мы не можем передать это всей тонкости, всей красоты нашей культуры. Хотелось бы так, что сейчас наши дети, которые будут здесь заниматься, начинали учить нас этой культурой. То есть, что мы уже начинали благодаря нашим детям учиться у наших детей этой культуре и языку. При поддержке городских властей Перми, решено из бывшего детского сада сделать татарскую начальную школу на 160 детей с группой продленного дня, чтобы дольше дети могли находиться в татароязычной среде. Когда мы эту школу убрали, ну, помещения под школу, бюджета нет. Сейчас на данный момент нам один человек помогает, это Ренат Максимович Валеев. Благодаря ему у нас идет строительство, ремонт, он оплачивает материал и работает. Мы будем субсидировать зарплаты учителей, дополнительное образование будем субсидировать, чтобы как раз это в татарском ключе это все делать. Потому что будет, понятно, муниципальное финансирование, но мы хотим, чтобы это было на хорошем уровне. Татарская дискотека, татарский ансамбль, квартирники, бизнес-форумы, курсы татарского языка, конкурс «Татар-ХЗ», «Татарская девушка», спортивные мероприятия. Все, чтобы молодежь общалась, знакомилась, создавала семьи. Кто-то даже в Казань переехал специально, чтобы найти себе жену. Но в любом случае, где бы, откуда бы девушка ни была, я все равно смотрю. На данный момент я в первую очередь смотрю на национальность, на любовь. Даже не просто национальность. Татарцы тоже могут не сохранять свою культуру, а на национальность и на то, чтобы еще был милюрохотик. Ну, как-то, чтобы национальный дух был. Отсутствие того самого национального духа называют одной из причин сокращения численности татар. Вернее сказать, снижение официальных показателей численности. Перепись фиксирует не численность народа, а фиксирует мнение представителей, которые хотели и отметили свою этническую принадлежность согласно Конституции Российской Федерации. По этим цифрам население Пермского края в целом стало меньше на 4%. Стало больше тех, кто решил не указывать национальную принадлежность. Сокращение, как и в большинстве российских регионов, коснулось практически каждого народа. Русских официально стало меньше на 160 тысяч человек, татар на 23 тысячи, коми-пермяков практически на 31 тысячу, башкир на половину, с 32 до 16 тысяч человек. Вульнара Вагапова, жительница села Башкултаева, это километрах в 30 от Перми, работала переписчицей. Я сама ходила переписью и считаю, что не все татары записались татарами. Это связано, наверное, с тем, что у нас русского населения становится все больше. В школах преподают на русском, в садике все на русском ведется, и поэтому стараются записать детей даже, что они русские. Я думаю, что, ну если даже сократилось, ну максимум на 2-3 тысячи, 5 максимум, ну никак не 23. Куда они исчезли? Никуда они не исчезли. Беру на себя вину тоже, что тоже сам недоработал, как руководитель автономии татар. Бордымский район, они молодцы, я их хвалю, потому что там четко было поставлено, а где-то просто было недоработано. Кому-то это было неинтересно, кому-то это было не нужно. Рождаемость низкая, смертность, простите, тоже высокая, естественный прирост отрицательный на многих территориях. Но откуда же будет, каким образом увеличивается численность, еще если учесть миграцию населения с территории Российской Федерации? Мы не видим падение глубокое по изучающим татарский язык. То есть мы последние пятилетия, во всяком случае, видим, что это достаточно стабильные цифры. Мы видим уменьшение национальных школ, но это процессы оптимизации образовательных учреждений. За последние пять лет, я вам могу сказать статистику, то есть у нас было 40 учреждений, теперь их 26, но количество изучающих язык не сократилось. То есть если в 16-17 году мы смотрим, что изучали татарский язык 3485 человек, то 21-22, 3687. Говоря о Пермском крае, нельзя обойти Бордымский район и конкретно село Борда. Самое крупное село края, около 10 тысяч жителей, в основном башкиры и татары, 125 километров от Перми. Здесь, в отличие от общих цифр по краю, результаты переписи радуют. У нас в районе количество жителей прибавилось. Прибавилось у нас на сегодняшний день порядка 26 тысяч 500 человек. Во-первых, переписчики были, они все практически с этих деревень. Во-вторых, эти переписчики, они уже знают свое население, знают свой населенный пункт, многих знают в лицо. Гимназия имени Габдулы Тукая открылась в 1993 году. Сейчас здесь 780 учеников, два учителя татарского языка, литературы. И только 1% гимназистов не изучают татарский язык. Что касается количества желающих, то оно не изменилось. Те семьи, которые в семье татары, то они изучают татарский язык. Ну, негласные, так скажем, правила, что ли, вот у нас так принято. Зуфар Давлеченф и Розамазитова, Алмаззиаддина. 7 дней, Пермский край.